Напомним, 11 ноября в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие и выступил на внеочередном арабо-исламском саммите в городе Эр-Рияде. Были рассмотрены вопросы объединения усилий международного сообщества, направленных на деэскалацию обстановки в секторе Газа и Ливане, скорейшее политическое урегулирование складывающейся ситуации. Лидер Узбекистана выдвинул ряд важных инициатив, поддержал меры по мирному разрешению Палестино-Израильского конфликта и призвал к немедленному прекращению военных действий, обеспечению гуманитарных коридоров и началу мирных переговоров. Глава нашего государства выразил готовность предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам безвозмездное лечение в клиниках Узбекистана. Особое внимание уделил вопросам обеспечения неприкосновенности и бережного сохранения священной мечети Алякса, других уникальных историко-культурных памятников Иерусалима. По итогам саммита была принята совместная резолюция, подтверждающая приверженность сторон к скорейшему поиску политико-дипломатического решения конфликта. Мы очень ценили речь президента Мерзеева, который сказал, что нужно немедленно прекратить огня против палестинского народа, особенно в секторе ГАЗа. Президент Мерзеев отметил, чтобы немедленно открыть коридоры, чтобы обеспечивать питание и лекарства для народа, которые их переселили, и 2 миллиона переселили на 1 квадратных километр, там почти на юге сектора ГАЗа. Мы, как палестинцы, благодарим тоже Узбекистан за его помощь материально, которую обеспечили через ООН для палестинцев, которые страдают в секторе ГАЗа. Мы тоже ценим его инициативу в создании независимого палестинского государства 1967 года со столицей Восточной Иерусалим. В протяжении целый год мы чувствовали теплоту со стороны Узбекистана. Мы никогда не забудем, как ваша страна стояла с палестинским народом. На сегодняшний день мы можем наблюдать тенденцию несоблюдения международных стандартов, несоблюдения норм международного права. И самое печальное то, что очень часто наблюдаются двойные стандарты со стороны государства. Эти моменты очень сильно влияют на геополитику. В результате этих различных войн, в частности между Палестиной и Израилем, погибают совершенно невинные люди. И это угроза всему человечеству. Очень серьезно обращает на это внимание Узбекистан. На саммите арабо-исламских государств, главы государства, были выдвинуты ряд инициатив, которые были широко поддержаны как участниками, так и международными экспертами. Было подчеркнуто главой государства, что данные вопросы должны решаться только мирным и только дипломатическим путем. Президентом была особо отмечена важная роль именно международных организаций и также всего сообщества в сохранении исторических культурных памятников, которые находятся на этих территориях. Это культурное наследие всего человечества. Я думаю, все выдвинутые инициативы президента еще раз доказывают гуманизм и дальновидную политику нашей страны. Глава государства на прошедшем саммите выдвинул ряд важнейших инициатив. Он подчеркнул роль стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, Африканского континента в урегулировании Ближневосточного конфликта. Президент Шавкат Мерзиоев призвал стран этих континентов, а также Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности к решению Палестино-Израильского конфликта мирным и дипломатическим путем. Глава нашего государства также отдельно подчеркнул, что палестинский народ обладает полным правом на создание независимого и свободного государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках границ 1967 года. И, как мы видим, все инициативы главы нашего государства вызвали широкий резонанс не только среди участников арабо-исламского саммита, но и мирового сообщества, поскольку данный Палестино-Израильский конфликт постепенно становится проблемой глобального характера. Проблемы безопасности и стабильности на сегодняшний день являются самыми глобальными проблемами, которые заботят все население планеты. И когда речь идет о именно таких вопросах, на повестку выходит непосредственно вопрос военного конфликта на Ближнем Востоке. И, к большому сожалению, в рамках этого конфликта в первую очередь страдают невинные жертвы. Это самое беззащитное население, это гуманитарная катастрофа, которой подвергаются дети, женщины и старики. И это происходит на глазах у всего мира. Именно в этом аспекте глава нашего государства выдвигает отдельные важные инициативы и выражает стойкую и твердую позицию по вопросу урегулирования этого конфликта исключительно мирным и дипломатическим путем. Глава государства в своем выступлении особо отметил, что Узбекистан всегда будет поддерживать эту инициативу, то есть создание нового государства Палестины. И это и есть решение данного конфликта. А также главой государства была выдвинута важная и решительная инициатива по оказанию гуманитарной помощи в виде медицинских услуг с размещением жертв, которые получили различные телесные повреждения в рамках этого конфликта. Это дети и женщины. И это является такой важной человеческой категорией, которая характеризует наше государство как миролюбивое и всегда поддерживающее решение вопроса только мирным путем.